Одна из израильских партий Предложила мне войти в их список на этих парламентских выборах Мне, злому Чаргизу Я сегодня больше верю в старый анекдот, который гласит Знаете, как определить, что политик врет? Очень легко у него губы шевелятся Перед каждыми выборами часть светских политиков Израиля Как подстреленная в жопу стая перелетных птиц Начинает метаться с места на место В поисках более теплого гнездышка и более хлебного места Бывшие левые политики, вдруг как оглашенные, бегут в правый лагерь А бывшие правые политики, как сумасшедшие, несутся, задрав штаны в левый лагерь С легкостью меня и партии, и убеждения, и своих хозяев В каких-нибудь позорных Соединенных Штатах Переход политика, а тем более депутата из демократической партии в республиканскую партию Это явление экстраординарное Не знаю точно, сколько раз это случалось в истории Но полагаю, что раз-два и обчелся В колыбеле западной демократии Великобритании Политик, ушедший от консерваторов к либералам, считался бы не рукопожатым На него бы плохо смотрели, он бы стал не комильфо В Японии политик, изменивший свою партию, на следующий день выпустил бы себе кишки с амурайским мечом Потому что японское общество его бы не приняло А мы с вами, и наш политбомонд рассматривает такие сезонные миграции Как явление, само собой, разумеющееся А собственно почему? Что нас удивляет? Ведь разницы между этими партиями практически нет никакой Как нет никакой разницы между политиками от этих партий Для которых вся их политическая платформа, вся их предвыборная программа сконцентрирована в двух словах Прорваться в Кнесет Любой ценой Давайте проведем сейчас вместе с вами такой простой эксперимент Попытайтесь назвать 10 отличий между политической платформой Илькуда, Нитиньягу, и белоголубыми Ганса Лапида Ну, давайте Лично я не могу О, вспомнил одно отличие Нитиньягу находится справа, а Ганса Лапит, соответственно, слева А если я сделаю вот так, опа Теперь Нитиньягу, соответственно, слева, а Ганса Лапит справа А что изменилось? А ничего Объясните мне Как может некий политик, еще вчера бивший себя в грудку лаками и ушами по щекам За идеалы какой-нибудь партии и грозящийся перегрызть глотку за своего лидера-хозяина На следующий день после того, как его слегка отодвинули от кормушки Тут же забывает об этих идеалах и слоноголову мчится ко вчерашнему закадычному врагу А если завтра самые сытные, самые теплые места у кормушки будут принадлежать, ну, например, арабской партии Вы и туда понесетесь, господа бывшие народные избранники? Я почему-то уверен, что да Как-то некий публицист, выступая с большой трибуны, заявил, что 50% депутатов Кнессета Беспринципные карьеристы и наглые вруны После того, как его под угрозой судебного преследования призвали извиниться и взять свои слова обратно Этот публицист сказал Извините, я брал свои слова обратно 50% депутатов Кнессета и ненаглые беспринципные карьеристы и невруны Если бы я был публицистом, я, наверное, сказал бы точно так же Но я не публицист, я всего лишь обозреваю реальность Ой, я чувствую, что наживу себе врагов этим своим сегодняшним выступлением Поэтому предлагаю, давайте сделаем так Уважаемые депутаты и общественные деятели Если вы считаете, что этот пост, что это мое выступление вас обижает, тогда обижайтесь А если вам кажется, что мое выступление никак вас не касается и не задевает вас лично, то и не обижайтесь Только сообщите мне об этом, пожалуйста, заранее, чтобы я мог обнародовать данные, кто на меня обиделся, а кто нет Ой, я как всегда опять забыл Я же обещал вам сказать, какая партия пригласила меня в Кнессет Пока не скажу Да и все равно я отказался Ведь если я войду в какой-нибудь предвыборный список, то мне придется врать, как и другим А кто же вам тогда будет рассказывать правду о нашей стране? Кто будет обожревать вот эту дикую, несураженную реальность? Кто, если не я? Меня дурно приняли бы здесь и на меня плохо посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение Я... я не могу Я не могу допустить, чтобы мои поступки имели бы такой вид, будто я продался Субтитры сделал DimaTorzok